Здравствуйте, мы продолжаем. Иметь дома кошку может позволить себе не каждый человек, а всё из-за аллергии. О кошках и не только поговорим с кандидатом медицинских наук, ассистентом кафедры аллергологии и иммунологии Казанской государственной медицинской академии Наилёй Себготольный. Доброе утро. Наиля Асхатовна, вот у нас такая тема сегодня, я думаю, что очень важна для многих телезрителей. Скажите, пожалуйста, существует мнение, что аллергия существует только на шерсть кошек, а на собак нет. Так ли это? Это не так. Аллергию могут вызывать практически все животные, то есть аллергия может формироваться и на кошек, и на собак. Всё зависит от индивидуальной особенности организма, и не факт, что если у пациента на сегодняшний день аллергия только на кошек, она может развиться и на собак. Но вот может быть выход завести лысую кошку, так называемую сфинкса, и избежать этой аллергии, или это всё-таки миф? К сожалению, это миф. Дело в том, что аллергическая реакция на сегодняшний день доказана, развивается на белки выделений, то есть на белки мочи, слюны, пота животных, поэтому в природе, к сожалению, гипоаллергенных животных не существует. То есть не на шерсть, как у многих будет мнение, а вот оно что. Вот если завести лысую кошку сфинкс, можно, например, возможно, даже избежать аллергии, но, возможно, начнётся уже так приступы страха. Не страха. К сожалению, аллергическая реакция, единожды запустившись, а животные являются самыми агрессивными аллергенами на сегодняшний день доказана, и даже если животное завели и его убрали из дома, доказано в исследованиях, что аллерген животного удалиться из дома, выведется только через 6 месяцев, и из-под боли развивается другая аллергия, к сожалению. То есть развивается бытовая аллергия на пыль и аллергия пыльцевая. То есть мы будем искать, и не нужно обижаться на докторов-аллергологов, мы будем искать, если пациент обращается с жалобами на аллергическую реакцию на животных, мы будем искать ещё и бытовые аллергены, и пыльцевые, то есть, скорее всего, из-под боли будет развиваться другая аллергия. А вот как отличить приступы аллергии от насморка, от кашля, от простуды? Как это возможно? Ну, это возможно, конечно, для опытного доктора-аллерголога особенно. Особенно на клинических проявлениях. И, естественно, иногда не всегда получается отличить. Требуется время, требуется наблюдение за пациентом. Надо понимать, что инфекционный процесс, он острый, он протекает с температурой. Могут быть выделения различные, там, и слизистые, и гнойные. То есть инфекционный процесс, он протекает немножко по-другому. Аллергическая реакция не сопровождается температурой, реже сопровождается гнойными выделениями. И, естественно, инфекционный процесс закончится в определенный момент, аллергическая реакция останется, и она будет проявляться при контакте с аллергенами. То есть обычно доктора общей практики, терапевты, педиатры настораживаются, когда пациент рассказывает, что у него повторилось явление Ирины Кунингцевита при контакте с животным, при контакте с пылью, в период цветения. То есть вот эти моменты настораживают в плане того, что пациента необходимо направить к доктору аллерголога. Да, ну то есть самому трудно это все различить, поэтому лучше посетить. Первый раз бывает сложновато, да. А вот при повторных реакциях все становится проще, а дальше специалист-аллерголог может прообследовать и подтвердить обновь. Ну вот очень часто у детей проявляется аллергия, да? Ну вот, например, ребенок ходит в гости, где есть кот или собака, и все нормально, вот он играется, все хорошо. Решили завести дома кошку, и вдруг у ребенка проявляется аллергия. Вот такое может быть? Есть ли такой накопительный эффект, скажем так? Ну, я бы назвала это не накопительным эффектом, а дебютом аллергической реакции. То есть все-таки наши аллергики, они имеют определенную наследственную предрасположенность, и наши пациенты ходят к нам семьями. А, все же чаще это наследство? Естественно. Вообще-то аллергия, это доказано в мировом масштабе, имеет аллергическую предрасположенность. То есть аллергики люди особенные, имеющие в своем генотипе склонность к развитию аллергической реакции. И если уж она началась, возможно, она проявлялась там при первых контактах в гостях с животным. А при постоянном контакте, когда животное заводят дома, при постоянном контакте она, к сожалению, нарастает и усиливается. А через несколько лет может проявиться? Вот, например, живет кот, и ребенок, все хорошо, и потом вдруг... Может проявиться, конечно. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. То есть когда-то у каких-то людей проявляются в раннем возрасте, в детстве, в молодости, у кого-то постарше. Но, к сожалению, аллергия, она свойственна все-таки тем периодам, когда иммунитет достаточно активен. Это детский, это молодой возраст. И бывают иногда интересные ситуации, в силу, видимо, нашей экологической обстановки. У нас младшее поколение заболевает раньше старшего. То есть случаются ситуации, когда к нам обращаются подростки, и мы подтверждаем аллергическую реакцию, пытаемся выяснить, есть ли наследственная предрасположенность, есть ли аллергия у родителей. Они все отрицают, проходит какой-то небольшой период времени. И у родителей проявляются. Они ведут кого-то за ручку, или папу, или маму. То есть, к сожалению... Да, а вот как быть тогда тем, у кого аллергия? Как же сделать так, чтобы можно было и в гостях присутствовать, и все-таки где-то находиться, и при этом при всем сохранить? Состояние. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Какие-то пациенты реагируют не очень бурно. Есть очень бурно реагирующие пациентки. У меня есть пациентка, которая вынуждена раздевать своего супруга в коридоре, когда он приходит от его мамы. То есть у мамы есть животные. То есть есть очень чувствительные пациенты. Им, конечно, сложнее. При не такой выраженной чувствительности можно заниматься, лечиться аллергией, но это нужен контакт с доктором-аллергологом. То есть если мы лечим аллергию основную, то есть, допустим, если параллельно проявляется аллергия бытовая, на домашнюю пыль, мы лечим аллергенами домашней пыли или клещей домашней пыли. Общая аллергическая настроенность уменьшается. Но, тем не менее, мы рекомендуем пациентам уменьшить, а желательно исключить в домашних условиях контакт с животными. И если уж вот такая вынужденная ситуация случается, необходимо предусмотреть профилактические. То есть пациентам мы рекомендуем заранее принять таблеточку противоаллергическую, побрызгать противоаллергические препараты в нос, то есть чтобы подготовиться к встрече с животным. И контакт должен быть минимальным, то есть если долго... Но все же, если возникли какие-то сомнения, лучше обратиться к аллергологу. Обязательно. Спасибо вам большое. И мне кажется, это были очень-очень полезные советы, тем более в период, когда сейчас начинается весна, когда начинается цветение. Мы ждем цветение деревьев. Спасибо вам большое за такую занимательную беседу, а мы прервемся на рекламу, скоро к вам вернемся. Спасибо. Продолжение следует...